Выступая 21 сентября на Генассамблее ООН, литовский президент Гитанос Науседа красноречиво рассказывал сказочные истории о европейских ценностях, о правах и свободах, о диктаторских режимах в соседних России и Белоруссии. Вишенкой на торте раболепного почитателя западных ценностей и исполнителя американской воли стал тезис о том, что Литва полностью поддерживает призывы к уважению прав человека во всех странах. В миграционном кризисе на литовско-белорусской границе, о надвигающейся энергетической катастрофе, которая стала следствием агрессивно-русофобской и антибелорусской политики Вильнюса, не было сказано ни единого здравого слова. Все те же клишированные обвинения во всех своих бедах восточных соседей не удивили ровным счетом никого. Да и информация, раз за разом попадающая в СМИ, на фоне громких заверений в полной приверженности соблюдению прав и свобод человека действительно удивляет, мягко говоря. Так, утром 27 сентября на одном из пограничных участков Гродненской области белорусскими пограничниками был найден мужчина. Мигрант, он же человек, чьи права клялся защищать науседа с трибуны ООН, звал на помощь, в прямом смысле, валяясь на линии литовской границы. Литовские силовики, они же инструменты науседы, которые должны помогать президенту притворять в жизнь лозунги по защите прав человека, стояли неподалеку и наблюдали за страданиями беженца. Белорусские пограничники, осмотрев больного, определили перелом ноги и незамедлительно вызвали медиков. Пока жертва демократического литовского режима вместе с белорусскими правоохранителями дожидались приезда скорой помощи, мигрант поведал о своих приключениях в одной из самых демократичных и свободолюбивых стране. Стране, которая считает своим долгом бороться за демократию во всех странах мира, кроме своей. Так вот, судя по рассказу мужчины, травма ноги была им получена на литовской территории. Там он был доставлен в больницу. Но, по всей видимости, открытый перелом ноги сочли недостаточно серьезной угрозой здоровью и бедолагу. В ответ на его просьбы о присвоении ему статуса беженца, отвезли обратно на границу и просто выкинули из машины в заросли. Вот она, сила западных ценностей и персональной литовской демократии. Выслушав рассказ, белорусские стражи государственной границы не сказать, что были сильно удивлены. Подобное отношение новых европейцев к людям низшего сорта, которыми они считают мигрантов, уже стало нормой за последний месяц. Но вот то, что произошло дальше, удивило даже их. Литовские военнослужащие, увидев приближающуюся машину скорой помощи на белорусской территории, решили забрать мужчину и просто утащили его на литовскую территорию, где забросили в машину и скрылись. Мотивы такого поведения вполне объяснимы. После таких пламенных речей на уседы в ООН будет как-то перед партнерами неудобно, если вскроется подобного рода преступление против человечности и гуманности. Финальный штрих всего этого бала прибалтийского лицемерия стал рассказ еще одного мигранта, почувствовавшего на себе силу литовской любви к ближнему своему. Вот как ситуацию и условия содержания в Литве описал гражданин Ирака Сангер Булбас, один из тех, кто пытался бежать из центра приема беженцев в Рукле, Литва. Нас считают военнопленными. Это основная причина, по которой мы хотим бежать. Каждый день кто-то из нас пытается скрыться. Я пытался добраться до Вильнюса, планировал снять там квартиру и остаться. Они поймали меня на главной дороге, как какое-то животное и вернули. Мы обеспокоены своим здоровьем, так как в воскресенье тут скончался тяжело больной несовершеннолетний ребенок. Еще один ребенок-инвалид находится в больнице. Подобные рассказы вызывают шок. В 2021 году в центре Европы, на территории одного из самых сочувствующих демократии государств, творится изуверский ужас. Как видим, отгремело юбилейное заседание Генеральной Ассамблеи О, а вместе с ним закончилось и время красивых речей. На смену протокольным мероприятиям пришла жесткая европейская реальность, диктуемая личными интересами. Неравенство людей, нарушение гражданских и политических прав для кого-то второсортных мужчин и женщин. Литовские виртуозы испытывают новые способы силовой депортации мигрантов в Белоруссию. Теперь их отправляют вплавь. Осенью. Вплавь. Ага, что дальше? Парашютная переброска с использованием попутного ветра? Фактически на наших глазах проходит радикализация действий европейских силовиков. Это все при четкой консультации агентства пограничной и береговой охраны Фронтекс, которые действуют в Литве. В прошлую субботу вечером в центре приема беженцев в Рукле, Янавский район Литвы, где содержится несколько сотен нелегальных мигрантов, вспыхнули беспорядки. Они были жестоко подавлены, но не полицией, а сотрудниками службы общественной безопасности. Несколько мигрантов, пытавшихся сбежать, задержаны и возвращены в лагерь. Ходят слухи о том, что во время подавления беспорядков погиб ребенок. Мальчика 11 лет, несколько раз ударили электрошокером. Его отвезли в больницу, где он и умер. К слову, в преамбуле к уставу ООН черным по белому написано «Мы, народы объединенных наций, при исполненной решимости вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение». Интересно, мигранты, отправившиеся за лучшей жизнью в Европу и оказавшиеся в современных литовских концентрационных лагерях, относятся к тем, на кого эта вера в основные права человека. Те самые достоинства, справедливость и уважение распространяются или как?